В кабинете робототехники дети буквально забывают о времени. Собирать конструкции, которые умеют оживать, рассказывает Степан, очень увлекательно. Мы собирали с Мишей робота. И нам понравилось собирать вот этого конструкта. Мне всё тут нравится. Увлечений во Дворце детского творчества для детей с ограниченными возможностями очень много. Можно рисовать, заниматься ритмикой, лечебной физкультурой, посещать сенсорную комнату и даже живой уголок. Досуговая площадка для особых детей появилась здесь благодаря президентскому гранту. Более 1 миллиона рублей выделено на проведение смены для особенных детей. Мы, конечно же, приобрели большое количество оборудования посредством этих грантов. У нас сейчас есть пандусы переносные, слуховые петли. У нас есть комната ЛФК. У нас есть туалет для инвалидов. И сейчас мы всё больше и больше создаём таких условий. Ну и, конечно, хочется сказать, что это очень благодарные дети. И очень замечательная, благодарная категория родителей. Педагоги и вожатые прошли специальное обучение для работы с особыми детьми. Вожатой Варваре всего 17, но опыт работы у неё огромный третье лета. Когда предложили смену с детьми с ограниченными возможностями, не отказалась. Варвара хочет быть педиатром. Потому, говорит, работа с особыми детьми для неё очень ценная. Таким ребятам требуется больше внимания и тепла. Мы работаем с 10 до 2. Сразу же после того, как мы встречаем детей, у нас начинаются либо мастер-классы, либо прогулки. Затем завтрак. И также продолжаются мастер-классы. В конце дня у нас либо, скорее всего, проходят мероприятия. У нас было уже открытие, стартин. Вот сейчас проходят весёлые старты. Смена, правда, короткая, всего 10 дней. Но и это большая радость для детей с ограниченными возможностями и их родителей. Кружков для особых детей в Ижевске очень мало, всего 12. Не все дети с особенностями развития здоровья могут себе это позволить. Не везде тренера готовы, педагоги принять такого ребёнка. Не все тренера и педагоги обучены. Не везде подготовлены площадки. Ещё пять лет назад во Дворце детского творчества могли заниматься лишь 12 детей с ограниченными возможностями. Сегодня здесь готовы принять в кружки и секции уже более сотни таких детей. Светлана Буланова, Василий Хохряков. Новости. Новости. Новости.